Всем привет ребята, я все еще в Танзании, остров Унгуди, архипелаг Занзибар. Надо поговорить про тур, это я на гамаке, кстати, это я не в решетке и не в оське. Очень жарко, прям адски жарко, поэтому я вот на закате вышел на задний дворик, на море все еще жара такая же, здесь как-то попрохладнее чуть-чуть. Про тур, значит я упомяну в прямом эфире, что мы с Климом Жуковым организуем тур, мы уже делали много таких туров, они прошли адски успешно, всем очень понравилось. И мы их делали несколько подряд, и прям вообще зашло отлично, и собственно надо сделать еще. Вот я о чем подумал, вы очень много пишите о том, что как можно с тобой куда-то съездить, как можно с тобой приехать, чтобы ты получил чему-то, да. Индивидуально это будет очень дорого, я уже как-то затрагивал эту ситуацию, что я потрачу кучу времени ежедневно на человека, чтобы его чему-то обучить, за это время у меня будет огромный провал в моей работе, и соответственно мне ночью придется все это нагонять, а там суммы серьезные. Вот, поэтому одному дорого, а вместе как-то можно съездить. Как это выглядит, какие даты, какие сроки, да, что будет происходить, как будет выглядеть тур, и тут немножко мне уже накидали вопросов. Значит, смотрите, первое, это февраль, примерно 20-21 число. Кто-то прилетает, то есть люди полетят, мне написали, мне кажется, с 9 стран уже русскоязычные, то есть это и Канада, и Штаты, и Англия, и Германия, и Россия, и отовсюду. Вообще из Китая писали ребята, что они готовы уже, их устраивает цена. Вот, как это будет выглядеть? Мы собираем 50 человек, 50 человек для нас очень привычное количество людей, никогда не бывает никаких, знаете, трое туда ушли, 20 туда, я, это моя профессиональная работа, я уже много лет работаю в туризме, я умею четко фиксировать, что вот тут собираемся сегодня во столько, у нас будет такая-то лекция, вот сюда мы едем завтра, вот во столько отсюда, выдвигаемся, да. Вот, никогда не было какого-то базара, разнохождение, там кто-куда, вот всегда дисциплина у меня, с этим вообще никаких проблем нет. Плюс 50 человек, это аудитория очень удобная для лекций, то есть мой голос, голос Клима Саныча позволяет 50 человек обговорить без проблем совершенно, поэтому нас не пугает такое количество людей, и вас тоже не должно пугать. Я последние, собственно, 20 лет работая в туризме, катал группы только по 50 человек, это двухэтажный автобус в Таиланде, и у меня прям рука набита. Плюс огромный из такого количества людей вытекает, знаете, какое у нас, тут же появлялись, мы знакомились все между собой, тут же появлялись кружки по интересам, и помимо ежедневных лекций, после ужина ребята сами кучковались, у нас был чатик всегда, в чатике заранее договаривались и устраивали свои какие-то лекции, развлечения, в которых мы, естественно, с удовольствием с Климом участвовали. Например, кто жил в Штатах, рассказывал про жизнь в Штатах, куда съездить, что посмотреть, как вообще там люди живут, как он туда попал, с чего началась его эмиграция, да, например, кто-то работает, не знаю, там, геологом, рассказал про экспедиции, кто-то живет в Израиле, рассказал про Израиль, кто-то в Австралии, рассказал про Австралию. Многие подружились, у нас чатики до сих пор живые, и многие даже друг к другу ездят в гости, вот, это очень круто, когда компания 15 человек, такого не происходит, проверено, пробовали много раз уже, да. Так вот, еще раз, это февраль, 20-е, 21-е, какого-то четкого дня приезда нету, кто-то хочет приехать на три дня раньше, без проблем, пожалуйста, то есть все покупают билеты сами, приезжают сами, мы обозначим четко попозже, конкретно, ну, вот, смотрите, давайте, 20-го нужно быть здесь, да, всем, все отдыхают с дороги, в 21-м мы начинаем ежедневные лекции. Как выглядит сам тур? Он занимает две недели, это немного, потому что день прилета, день вылета выпали сразу, то есть в этот день мы ничего не посмотрим, не успеем, все, как правило, вареные совсем, то есть это уже, смотрите, 12 дней, да, остается. Мы на три дня поедем в Одувай, Аруша, Нгору-Нгору, Масаи, Камни, значит, про я сейчас подробнее расскажу, то есть три дня еще выпадает, да, вот, вот считайте, сколько осталось потом, а здесь ПЦР-тест делается трое суток, поэтому за трое суток до вылета всем нужно будет сгонять, сдать ПЦР-тест, это еще день выпал, а вот, потом у нас еще будет, ну, там, знаете, как, часа полтора туда, полтора обратно, часа полтора там, вот все, у тебя день ушел, да, в этот день мы ничего не успеем, ну, хорошо, если вечернюю лекцию успеем. Далее, один день мы запланировали у нас посещение Стоунтауна, там очень-очень прикольная, необычная архитектура, которой больше нигде в мире нету, старый город, там стоит португальская крепость старинная, там есть маленький музейчик, там есть просто красивая набережная, погулять, покушать в ресторанчиках, в этот же день, я думаю, что мы посмотрим, но, скорее всего, будет интересно всем заехать, здесь очень-очень много разводят специй, Занзибар, как отдельная страна, когда-то разбогател на работорговле и на торговле специями, в том числе, вот, собственно, сады, где выращивают специи, здесь есть, есть туриста оптимизированные такие сады, где тебе будут тыкать пальцем, говорит, смотри, вот так растет ваниль, потрогай, это корица, можно потрогать и даже куснуть, это черный перец, это не все видели, даже я не все видел специи, например, мускатный орех, я до сих пор вживую не видел, как он выглядит, как он растет, живет, мне тоже интересно, вот туда сгоняем, ну, собственно, дней-то особо немного остается, в остальные дни у нас купание, общение и ежедневные лекции, когда самая адская жара, вот, у нас где-то с часу обычный мы делаем до трех, иногда засиживаемся до четырех или там с двенадцати, это уже не важно, по погоде посмотрим, какие у нас будут лекции, у нас будет Клим Жуков рассказывать каждый день про историю Африки, история Африки, это совершенно темное пятно, я вот с детства увлекаюсь историей, про историю Африки ни хрена не знаю, вообще, тут были какие-то империи, государства, они там появлялись, исчезали, люди из Африки выходили, потом возвращались в нее, вот, богатейшая история, мы нифига про нее не знаем, в школе нам почему-то об этом не рассказывали, как правило, ну, мало совсем, да, я помню, что была империя Шаки, Зулусы, там, что-то еще такое, так, вскользь совершенно, вот, Клим Саныч подробно все расскажет, далее, приедет очень-очень лютый, очень матерый, супер-мегаэксперт-гемолог, который мне читает лекции уже полгода, ну, это прям человек с большой буквы, он будет читать лекции по гемологии, и, собственно, я буду читать лекции, вы очень много спрашиваете, там, ну, то есть, то, чего гемолог не знает, да, про полевую работу, как отбирать камни в полевых условиях, как наводить контакты с владельцами добыч, в какой стране какая особенность, где есть бандиты, где опасно, где безопасно, как с ними договариваться, как они обманывают, как запустить бренд, ну, вообще, в принципе, про все, да, все, что связано с камнями. Вот, собственно, смотрите, это уже три часа в день, естественно, лекции по желанию, кто-то, например, едет только слушать Клима Саныча, ему гемологии неинтересно, без проблем, пожалуйста, не слушайте, кто-то хочет все, кто-то хочет только гемологию, в истории не ориентируется, не интересуется, все добровольно совершенно. Далее, по поводу досуга, здесь же есть куча парусников, катамаранов, обычных парусников, катаются все на парусниках, кто хочет, тут же есть норкелинг, тут же есть дайвинг, тут же есть какие-то экскурсии по другим пляжам и всякое такое, то есть это все организовать можно самостоятельно, опять же, в чатике мы списываемся, группируемся, там завтра есть предложение, в 8 утра поехать на дайвинг, кто хочет, мы хотим, поехали, все. Значит, здесь море, да, какое оно, вот карту Занзибара откройте, очень много пляжей, мы будем базироваться на пляже Нунгви, Нунгви, почему? Потому что это единственный пляж, где можно купаться всегда. На остальных пляжах, я вот в частности на Падже прожил в прошлом году 7 месяцев, там отлив километров 5-6 и получается, что в день ты можешь купаться, ну, 2 часа, причем это, знаете, с 5 до 6 утра и с часу ночи до 2 ночи, например. Вот здесь можно купаться вообще всегда. Водичка теплая, температура воды, я думаю, градусов около 30, температура воздуха примерно 35, песочек беленький, море чистое. По качеству именно морского отдыха, ну, примерно Мальдивы, я был на Мальдивах когда-то, ну, примерно так, то есть море лучше, чем в Таиланде, лучше, круче, да. Вот, так, давайте еще про организации. А, далее, поездка туда, на континент, да, мы на самолетах, на самолете летимся, это будет или рейсовый самолет, я сейчас веду переговоры с компанией, или мы прям наш самолет зафрактуем отдельно, на 50 человек можно такой среднего размера самолетик выбрать, здесь это легко делается, без проблем, то есть компания людей арендует даже здесь маленькие самолеты. Значит, какая программа? Мы летим в город Аруша, это на континенте Танзания, да, там мы приземляемся, и в этот день мы не едем в кратер, потому что в кратере каждые сутки находиться очень дорого, а в этот день мы уже ничего не посмотрим, поэтому мы ночуем там в гостинице, про гостиницы сейчас дальше вам расскажу, какие они, как выглядят и все остальное. Вот, или в этот же день, или на следующий день утром мы посещаем рынок камней, каких-то крутых камней, я уже говорил, много раз сюда не доходит, но посмотреть не крутые, то есть неинтересные камни недели, послушайте мои комментарии, комментарии гемолога, прям самое оно, потрогать все руками, вот, помацать, пофотать, поснимать, и даже какой-то сувенирчик себе купить на память можно, без проблем совершенно. Далее, вот про эту поездку, да, на следующий день очень рано утром мы садимся на джипы сафари, которые такие громадные джипы, и уже мы едем в кратер, там традиционно всегда африканский сервис, он очень медленный, даже еще медленнее, чем тайский, я не знал, что такое бывает, но они могут, они могут, вот, там мы часа полтора курим, и там, кстати, есть небольшой тоже стендик, там мы с Климом можем что-то рассказать, мы курим, пьем кофе, ждем, когда нам оформят въездные документы, значит, заезжаем в кратер, первый день мы только смотрим животных, там их очень много, мы спускаемся на дно кратера, и там, напоминаю, 18 на 20 километров, кратер сам, да, значит, мы смотрим животных с разных сторон, обедаем, опять смотрим животных, их там очень много, и, ну, как раз вот день, чтобы всех посмотреть, где-то там же в кратере мы ночуем, в гостинице, сейчас мы ночевали в палатках, но я понимаю, что это не всем понравится, да, многие даже палатки расставлять не умеют, вот, значит, отель мы пока ведем переговоры, подбираем, там отели все очень дорогие, и, ну, очень, и очень-очень дорогие, но я стараюсь сейчас договориться к какой-то адекватной цене, потому что нас много, и мы сильно заранее планируем, да, вот, ночуем, соответственно, еду на обед мы берем просто с собой, в каком-то ресторане заказываем take away обед, да, какие-то сэндвичи там, хрень-эндвичи, это все понятно, ужинаем мы уже в отеле, полноценно, на следующее утро мы в отеле полноценно завтракаем, опять берем с собой обеды, и мы выдвигаемся, смотрим масайскую деревню, значит, мы смотрим ручных масаев, почему? Я уже говорил когда-то, потому что если мы приезжаем в совсем дикую деревню, где белых людей не видели, во-первых, половины сразу убегают, и могут сегодня уже не прийти обратно, я с таким встречался много раз, и на видео вам показывал, если они приходят обратно, мы им говорим, ребята, спойте, они говорят, а мы поем раз в году на церемонии, например, там, посвящение в старшие, а сегодня у нас-то церемонии нет, мы не понимаем, вот, мы говорим, мы вам заплатим денег, и они удаляются на собеседование между собой, и это собеседование доходит иногда до драки, были истории, когда немецкие туристы, я тоже рассказывал, дали им денег, они еще часа два друг на друг кричали, потом вышли, отдали им деньги обратно, сказали, ребят, мы не можем решить, кто сколько получает, поэтому, как бы, это нам не по силам, вот, а там есть деревня, где уже конкретно приезжаешь, есть фиксированная такса с каждого, да, платим, это уже входит в стоимость тура, мы уже это закладываем, да, и они танцуют, поют, показывают свой дом внутри, разводят нам огонь палочками, дают все это снять, даже несколько дублей, метают копии, фехтуют и делают всякое разное, дают снимать себя, не требуют за это дополнительных денег каких-то, это очень круто, вот, в то же время, это не актеры, как многие когда-то рассказывают, это настоящие массаи, они там живут, пасут коров, дело в том, что спутать массаи с ним массаи невозможно, вы когда здесь на пляже посмотрите, на местных жителей, на массаи, у них настолько сильно отличается телосложение, что, ну, как бы, невозможно вообще спутать, это как, не знаю, японцы спутать с русским, например, что вот, наняли русских, они изображают в этнической деревне самураев, ну, и нас сразу раскусят, вот, смотрим массаев, это у нас второй день в кратере, да, смотрим массаев, едем в Адувайское ущелье, это место, где нашли в одном месте, там, короче, в чем ситуация, там было озеро, не соленое, просто озеро, там просто рядом соленое озеро Маниара, я что-то оговорился, там было миллионы лет подряд озеро, и животные шли к нему на водопой, и наши предки их там всех тюкали и кушали, и сами сесть напомирали там тоже, поэтому там в одном месте в разных слоях нашли очень много наших предков, есть неплохой музейчик, там три зала, там мы подробно все смотрим, слушаем Клима Саныча, что-то я там даже смогу рассказать, вот, а потом мы подъезжаем, там есть место, где просто за неимением пространства для хранения горой свалены окаменелости, мы смотрим эти окаменелости, трогаем их руками, я не знаю еще другого места, где можно окаменелости, которые миллионы лет потрогать, просто взять руками, да, вот там можно, потому что они раздолбаи, вот, и там же недалеко есть волшебная дюна, это дюна, которая сотни лет назад отделилась от горы Альдонио-Лингай, вот вулканной, которая сейчас заходила на восхождение в походе, и она катится по саванне, ученые ее нашли в 60-х годах, фиксируют, что вот сегодня она тут, через год она вот тут, еще через год тут, там прям столбики с датами забиты, она не разлетается просто в пыль, потому что она состоит из магнитного песка, вот, смотрим эту дюну, эта дюна является местом языческих подношений, поклонений обрядов местных жителей, Масаев в том числе, ну, в основном Масаев, вот, и из кратера мы выезжаем, дальше пока под вопросом, или мы где-то ночуем вне кратера в каком-то, в какой-то гостинице, или если это самолет только наш, и он нас ждет в аэропорту, мы прям сразу едем в аэропорт, и летим на Занзибар обратно, вот, собственно, такая вылазка, значит, смотрите сразу, подержать много хорошего качества драгоценных камней в руках, получить какую-то насмотренность за два часа не получится, потому что, во-первых, очень мало времени, это длится неделями обычно, это уже надо будет нам на Шри-Ванку или в Таиланд ехать, и там несколько недель, просто каждый день ходить на два часа на рынок и смотреть все, да, мы это организуем потом. Мне шаман сказал, что надо всех учить, тогда я буду еще круче, вот, собственно, я буду поэтому учить, вот, здесь не получится, потому что, во-первых, хороших камней добывают крайне мало и редко, во-вторых, они на рынок не доходят практически вообще, вот, вот, значит, поехать на добычу тоже не получится, потому что, ну, представьте, это от пяти часов до пары дней туда, по саванне, там ночевать негде, то есть спать в машине, мы там сутки проводим, двое суток, а ничего не нашли, например, в этот раз, а вот на прошлой неделе нашли, ну, уже оно уехало, да, вот, и обратно столько шпиликать, не все будут довольны, я думаю, что для первого раза получить начальные знания по гемологии, по вообще джемс-хантингу, так называемому, этого будет достаточно, но, опять же, смотреть на камни, про которые ты нифига не понимаешь, по каким критериям их оценивать, крутые они и крутые, тоже как-то не очень, да, поэтому лучше сначала получить образование какое-то, начальное лекции, послушать матерого гемолога, вот, а потом уже ехать в следующий раз что-то смотреть, так, далее, улетаем, понятно, здесь тусим дальше, тоже понятно, какие тут условия, условия, если вы были в Таиланде, значительно хуже, чем в Таиланде, магазинов нет, шопинг-молов нет, супермаркетов нет, в фруктовых рынках, где пришел, и как в Таиланде, у тебя там 50 видов фруктов тоже нет, вот они что на огороде собрали сегодня, на столик, на лоточке выложили, там три банана, папайя и кокос, и все, вот сегодня только это, завтра еще ананас может появиться, вот, ну, то есть здесь не так все туристы оптимизировано, как в Таиланде в том же, да, или даже в том же Вьетнаме, например, вот, все очень по-деревенски, есть пляжная линия, гулять можно только по ней туда-сюда, ресторанов тут на Нунгиве просто миллиард, готовят очень вкусно, но медленно, еды огромное количество, самое разнообразное, еда стоит 5-10-15 долларов за порцию, дорого, цены московские, ну, вообще, Африка это всегда дорого, и Занзибар это дорогой европейский курорт примерно 60-х годов, да, вот, далее, еда совершенно европейская, никаких кузнечиков, личинок вам жарить не будут предлагать, есть тут ресторан Стамбул называется, со всеми вытекающими, есть ресторан называется Мамма Мия итальянский, со всеми вытекающими, и вот таких полно, здесь они прям один за одним, вот так вот рядами идут, и в ту сторону, и в ту сторону вдоль пляжа, поэтому можно, так вот, гулять можно только вдоль пляжа, потому что на Занзибаре, как только ты отходишь от первой линии, начинаются вот реально прям трущобы, то есть, такие клетушки-городушки, это с континента приехали танзанийцы на заработки, на курортную зону, и они себе наградили всякого, и там нифига нет, кроме вот этих клетушек-городушек, то есть, пойти вечером красиво в платье, на каблуках погулять по набережной не получится, потому что ее нет, есть пляж, и все, больше ничего нету, после первой линии начинается мрак, вот, значит, место, где купить можно предметы первой необходимости, шампуни, крема от загара, таблетки, то есть аптека, да, ватные палочки, туалетную бумагу, все есть, ну, то есть, аналог 7-11 есть, только у них круглые сутки работает, и не такой красивый, как в Таиланде, ну, вот, они тут присутствуют, аптеки тоже присутствуют, банкоматы присутствуют, карточки в ресторанах принимают практически вообще везде, ну, не знаю, из 10 в одном, наверное, не принимают, в остальных принимают, дальше, что, такси есть круглые сутки, трансфера у нас какого-то организованного не будет, потому что люди летят, я думаю, что примерно с 10-15 стран будут у нас в группе люди, все прилетают в разное время и сами добираются на такси, я уже в чате, который мы создадим, для тех, кто записался и скинул предоплату, мы там уже будем писать, что такси стоит вот столько, ехать вот столько, адрес вот такой, да, далее, проживание, здесь есть самые обычные домики, комнатки, ну, такой стоит двухэтажный домик, разбит на комнатки, значит, состояние так себе, средненькое, не очень плохо, не очень хорошо, ну, не знаю, там, 2,5-3 звезды, наверное, по международной, как бы, ситуации, в домике всегда обязательно есть одна-две кровати, ну, в комнате, в комнатке, да, вот, есть душ обязательно, как правило, с теплой водой, есть туалет обязательно, отдельный, свой, вот, только свой, стоит дорого, то, что здесь, ну, это опять же у нас входит, мы уже посчитали стоимость, то, что в Таиланде, в том же Вьетнаме, будет стоить 20 долларов за сутки, здесь стоит 50-60 долларов за сутки, то, что в Таиланде стоит 40 долларов, здесь стоит 120 долларов за вот такую клетушку поэтому я не знаю я вот ориентируюсь на 50 60 долларов как бы не понимаю если там чуть-чуть по новее мебель и знаете там вокруг у тебя комнатки газончики красивые платить 120 долларов за сутки мне кажется не алё совсем вот как показывает практика в основном у нас будут по одному и будет немножко парами туристы то есть соответственно размещение кто приехал пары вдвоем живете в номере кто один по одному живете в номере если кто-то хочет не знаю там с кем-то жить это уже в чате вместе все договариваются там какие-то бывают друзья знакомые из разных стран летят вместе в тур ну вы между собой вместе договаривайтесь я например люблю жить один потому что очень чутко сплю и храп вообще не переношу совершенно так далее мне накидали вопросов давайте прям зачитаю а так пцр получается два теста для въезда в танзанию гражданам россии украины без виз виза ну то есть как виза по прибытию ну я это называю безвиз то есть вы приехали заплатили там мне как 50 долларов вам поставили штампик на месяц кто хочет приехать на недельку раньше пожалуйста приезжайте мы скорее всего тоже заедем дней за пять за шесть за семь пораньше кто хочет остаться после тура еще отдыхать оставайтесь у вас месяц вот итак смотрите что нужно нужно дома сделать пцр тест полетаете с пцр тестом по месту платите за визу и перед вылетом обратно тут делайте пцр тест и улетаете пцр теста нет на самолет вас не посадят даже если ваша страна вот куда вы летите с вас пцр тест не требует тут вас на самолет не посадят поэтому надо делать обязательно пцр тест если ничего не путаю стоит 50 долларов я могу ошибаться немножко в минус может быть он стоит 70 я вот как бы но я думаю это не критично да так темнеет быстро но ничего страшного тут не на что смотреть тут нужно слушать дальше что с прививками им фиолетово привитые или нет если пцр теста нет вы не полетаете дальше страховки здоровье по желанию у каждого своя каждый сам оформляет если вам нужна в этом помощь мы поможем да вот далее аптеки в наличии присутствуют если у вас какие-то редкие лекарства которые вот прям вам очень нужно а достать практически невозможно видите все с собой магазины говорил уже очень мало то есть минимальный минимум что с интернетом интернет очень слабые это африка здесь ежедневное отключение электричества на часик на 2 иногда на полдня также бывает но за последнюю неделю один раз целый день не был интернет вообще никакого интернет симок вай фай очень дохлые симки быстрее работают намного симка стоит мне кажется что-то вот купить симку поставить себе до симку можно купить по прибытию здесь на пляже ребята быстро все делают можно в аэропорту как вам удобно опять же вот какую именно симку покупать я уже чате все напишу скину фотку что вот такую надо симка плюс 25 гигабайт стоит сейчас скажу вам в долларах долларов примерно 30 где-то так дорого ну наверное дорого да так розетки здесь нестандартный здесь три штырька вот таких вот фотку переходника скину в чат тому кто уже запишется да всем этот смысл нет рассказывать погода что по температуре 35 40 каждый день море теплое так смотрите что входит жилье входит трансфер так как все едут по разному полетать совершенно разных самолетах не входит экскурсия в стоунтаун поездка на пцр тест и поездка в этот сад специи входит пцр тест не входят это все сами оплачивают аудуай входит ну все перемещения и ночлеги да там будет примерно таких гостиниц среднего уровня долларов по 50 60 значит еда не входит так далее но в принципе вроде все вопросы давайте уже в чатике все писать значит смотрите сколько стоит я сейчас ездил в тур с палатками мы ездили да на две недели но у нас там нам у нас получилось экономия на жилье то что мы жили в палатках но зато транспортные съели всю эту экономию полностью то что мы каждый на этих джипах ездили эти джипы саванны стоят адски дорого за них ломят много а кстати в джипе будет у нас по 6 человек то есть там условия комфортные довольно так вот смотрите мы скинулись по три с половиной тысячи долларов тысячи долларов была предоплата плюс все покупали себе билеты сами за визу все оплачивали сами вот у нас будет тоже самое мы как не считали нифига не получается то есть как бы сэкономить на чем-то у нас здесь жилье дороже получается чем палатки и плюс еще вот этот вот перелет на вдувай там дофига жирает денег много смотрите уже из 50 желающих 2025 у нас набралось это люди которые раньше нами ездили в поездке это какие-то знакомые товарищи постоянные клиенты и все все остальные то есть примерно половина мест уже нету да вот что нужно сделать чтобы записаться я вот здесь под видео оставляю номер нашего моего манагера бухгалтера я хочу деньги вот эту 1000 долларов предоплату принимать на тайские счета то есть это будет международный перевод а нам поможет объяснить как правильно скидывать почему они выкладываются раз номер счета потому что у меня несколько там компаний если точно точно быть 8 компаний мы распределяем между ними приход вот чтобы не был высокий налог на какую-то одну конкретную компанию в россии деньги не хочу принимать потому что вместе денег ясно дело придется платить налог а в таиланде налоги и они просто в разы более лояльные чем в россии да вот значит подоплата 1000 долларов все остальное здесь на месте наличкой в долларах соответственно и здесь кстати можно в долларах прям ресторанах расплачиваться есть вам такое нравится по нормальным совершенно курсу так что еще то есть какая процедура вы по этому номеру в ватсап пишите моему манагеру бухгалтеру она говорит час удобно принять деньги вот это на этот счет это вся предоплата скапливается на моих тайских счетах я сейчас здесь у меня есть собой деньги и наличкой на карте я просто вот на у нас задача какая за две недели понять сколько людей точно едет кому какие нужны номера кто-то по двое кто-то по одному кто-то мне писал там с детьми зачем два номера надо и пройти здесь за все номера все номера я хочу выбрать лично самостоятельно и за все номера ставить предоплату это очень важно а я через две недели уже улетаю вот потом дистанционно это проплатить практически невозможно очень тяжело деньги в никуда мы будем отправлять и также из таиланда я уже организована отправлю там довольно крупная получается сумма деньги за поездку но там все это самолет джипы нгору нгору кратер и все все остальное так еще раз 20 21 в чатике уже точно напишем конкретно дату 20 21 февраля до три с половиной тысячи долларов из них 1000 предоплата плюс билеты на самолет покупайте сами пцр теста сами трансфер вот из аэропорта обратно сами трансфер когда мы будем летать волдувай естественно он входит уже мы его посчитали вроде все значит скидывайте предоплату пишите ваш номер мы в телеграме создадим чатик вот и там уже будем обсуждать все я думаю вопросов будет миллиард там уже отвечу на все вопросы вот как раз ведь я рассказала как раз темнело вот всем счастливо вот если вы не видите я машу рукой вот ориентируйтесь пожалуйста быстро потому что прошлый раз у нас за два дня были проданы все полностью места когда мы скримом делали тур но еще спустя два месяца люди писали ну пожалуйста ну пожалуйста я очень сильно хочу а вот но уже все было разобрано полностью всем пока